Я всех приветствую, дорогие господа, на очередной вечернем выпуске ремонта пылесоса Dyson. Троехали, как биржевые индексы падают, рынки рушатся, за бортом бушуют. Мы с вами будем бюджетно чинить старенький пылесос. Почему бюджетно? Потому что сегодня, кроме оригинальных запчастей для этого аппарата, мы будем использовать ноу-хау, ориентировочное, сделанное в России. Итак, давайте же ознакомимся, что у нас с аппаратом. Слышим, где-то репение в двигателе, и сейчас пошел запах. Ориентировочно не исправит двигатель. Это отдельная часть, мы его посвятим, ну, вторую часть видео. А сейчас давайте посмотрим, что у нас с циклоном. Вот на что стоит обратить внимание. Это фильтр. Что мы видим? Что фильтр стал, ну, тоньше, и, я бы сказал, даже немного сжался. С чем это связано? Это связано с тем, что на фильтр идет нагрузка. А почему идет нагрузка дополнительная, разумеется? Потому что, скорее всего, циклона работает неправильно. То есть, возможно, забились сопла. И, соответственно, циклон уже не выполняет свою основную функцию, и фильтр подвергается большему издосу. Это может быть незаветно в первое время, но через какой-то промежуток, достаточно длительный, возможно, фильтр, соответственно, износится, и, собственно, замена на новый ни к чему не придет. То есть, вы будете в течение месяца получать вот такой же фильтр. И, кстати, качество уборки сильно упадет. Итак, давайте разберемся, что же нам потребуется для ремонта данного аппарата. Нам, разумеется, придется поменять фильтр. Вот обязательно. У нас имеется оригинальный. На упаковке оригинального фильтра есть шильда с местом производства, датой производства, артикулов, но это обязательный поднамбер. И, конечно же, фирменный логотип. Нам, очевидно, понравится мотор, то, что тут гудит, и, соответственно, есть запах. Это уже неисправимая часть. По-хорошему, конечно, нам нужно заведить циклод. Но у нас же бюджетный ремонт, поэтому вместо заведы циклода мы сегодня будем делать ремонт циклода. Что, в общем-то, не самое лучшее решение, но, как я уже сказал, достаточно бюджетное. Итак, при каких же случаях вообще требуется менять или что-либо делать с циклодом? А давайте разберемся. И вот сейчас мы с вами заглянем внутрь. Итак, с помощью фонарика мы будем искать, возможно, забитые сопла. Ну, вот видите, естественно, я, конечно, фонарик поставил уже сразу. Но вот видно, как видим, одно сопло забито. Видим, одно вот рядом сопло чистое. Следующее сопло также чистое. Предыдущее сопло. А вот это вот сопло, вот, очевидно, что-то там есть. Следующее чистое. Ну, в общем, достаточно и одного, чтобы было понятно, что что-то не так с циклоном. Итак, давайте разберемся, что нам потребуется для того, чтобы разобрать данный циклон и, соответственно, починить. Нам потребуется отвертка Т9. Ну, и больше, в общем, ничего. Ну, и, естественно, запчасть. Итак, любителям распаковки просьба придвинуться к экранам поближе. Ну, и, разумеется, запустись попкорном. Канцелярский дождь. Я, кстати, первый раз открываю подобное изделие. Вот, но думаю, что будет интересно. Самое главное, не повредить. Балабазная дровь. И вот смотрите, что мы здесь видим. Здесь мы видим ничтое дое, как прокладку, которая, собственно, износилась и забила, в общем-то, с собой сопло, ну, естественно, вместе с грязью. Почему она износилась, что с ней произошло, это отдельный вопрос. Мы его по ходу разводки будем обсуждать. Итак, давайте же приступим к разбору циклона. Для этого нам потребуется открутить вот эти вот винты. Я, разумеется, подготовился и для сокращения эфирного времени открутил винты заранее, ну, заключение вот последнего. И вот открутив эти винты, мы сможем, соответственно, снять эту верхнюю часть. Ну, она не так просто стебется, но вот, да, сразу для аллергиков и тех, кто не переносит пыль, это стоит таким достаточно трудным испытанием. Вот здесь вот особенно я бы обратил внимание вот на этот уплотнитель. Значит, основная ошибка, которую я встречал, люди, кто пытался сам разобрать, сняв вот эту верхнюю часть, потом этот уплотнитель пытаются как-то его так здесь поставить и придавить, соответственно, вот этой верхней части. И, соответственно, циклон встает в контейнер, неплотно, и, в общем, все это как-то неправильно работает. А все почему? Все потому, что уплотнитель, соответственно, становится короче, и он не выполняет свою функцию. Суть вот в чем. Уплотнитель одевается после, и для него здесь достаточно свое, скажем так, место, и его не нужно ничего придавливать. То есть он садится вот сюда, в свой паз. Нужно единственное, что предусмотреть, у уплотнителя есть вот здесь вот такой контур, и, соответственно, вот напротив кнопки посадить его уже после того, как вы все скрутите. Вот, собственно, и все. Ну, далее. Далее нам придется снять чуть-чуть колью. Ну, вот так она сгибается, как я уже сказал, грязь, пыль. Ужас. Именно поэтому мы и не задеваемся ремонтом данных аппаратов, ввиду того, что это достаточно такая грязная работа, и, естественно, ее задешево выполнять не особо удобно, и поэтому проще себе купить новый циклон. Давайте же посмотрим, что у нас здесь. Вот у нас сопло, но вот сейчас так не особо видно. А, вот, приблизить камеру. Еще. Еще. Ну, вот это сопло забитое. Одно из забитых. Значит, следующий этап разбора. Вот та вот винты, ну, по сути, такие же. Со шлицом Т9. Вот они здесь. Вот их также нужно будет открутить. И, по сути, мы доберемся до вот этой прокладки. Давайте сократим эффектное время. Итак, мы выкрутили все вот эти винты, которые находятся здесь, внутри. Семьих штук здесь. Вот они по контуру располагаются. И ТТ9. Открываем. Смотрим, что у нас получилось. Отстевается верхняя крышка. Здесь мы видим сопло. И вот сейчас будет самое интересное. Кстати, вот тут хотел бы сделать и большую ребахку. Вот эти разводы, видите? Ну, это не что я дое, как... Давайте подсветим. Вот они так, их лучше видно. Это когда бы, соответственно, пылесосом убрали лишнюю грязь, чтобы было удобнее. Эти разводы, это вода. Как раз попадание влаги привело барабанную дробь вот к этому. Прокладка разрушилась. И, соответственно, ее части забили систему склона. А вот, собственно, и вся причина. Ну, вот сейчас мы будем... Поскольку оригинальная прокладка не поставляется... Ну, и правильно, потому что циклон надо менять целиком. Ну, как я уже сказал, что у нас бюджет переборчивается. Поэтому мы вот сейчас будем менять вот такую самодельную прокладку. И, соответственно, восстановим циклон. Итак, мы сняли старую прокладку. Вот она вся истрепанная. Выбросим ее. Значит, в качестве экономии времени я не стал снимать, как это моется, очищается. Но я думаю, это не трудно, и каждый сможет это сделать самостоятельно. Теперь будем собирать. Рекомендую совместить сначала крышку и вот эту часть. Вот здесь вот есть камеру ближе. Здесь вот крепление для ручки. Вот относительно его и будем центровать. Вот прокладка. Ну, значит, вот примеряем ее относительно вот этого выступа. отжатие контейнера в нижней части. Открепление крышки. Ну, вот у нас вот можно совместить. Видим, что не попадаем. Мы на штатные, соответственно, отверстия. Ну, просто переворачиваем. Есть небольшое смещение. Можно это увидеть. Вот видите, если приложить вот так, то все попадает. Если по-другому, то ввиду небольшого смещения, у вас окажется, что отверстие не там. Вот поэтому имейте это в виду. Так, смотрим. Переворачиваем. Ну, вот видно, что отверстие несколько меньше, чем. Но ничего страшного. Так и должно быть. Может быть, конечно, диаметр должен быть немножко другим. И он должен одеваться не прям так уж на тяг. Но в любом случае не повлияет на конструктив. Не стучаю, что есть люди, кто делает это быстрее. Мы данное видео снимаем еще несколько с другую целью. Посмотреть, как вообще целесообразность данного ремонта, данной затеи. Но это станет более очевидно к концу видео. Здесь это будет делать не так просто на внутреннем ряду. Особенно, если где-то что-то не дорезано. Но, возможно. Невозможно. Используем платверточку. Ну, вот. Вуаля. Ну, теперь совмещаем. Что хочу сказать. Вот этого боятся вообще все, наверное, модели с таким циклоном. То есть, DC-52, DC-41, DC-41C, DC-33, DC-37. Более ранние были там DC-08. Они имели вот эту прокладку. Она была резиновая. И циклон можно было вообще замачивать в ядре. Но это было давно и неправда. И там был более простой, скажем так, циклон. То есть, там был один ряд сопил. Их было значительно меньше. Поэтому там была такая-то реальная резиновая прокладка. Вот сейчас циклоны стали немножко другие. И, возможно, я не имею, скажем, хорошего ответа на данный вопрос. Почему, соответственно, прокладка не резиновая, а из материала, который способен под воздействием влаги разрушиться. Ну, кстати, конечно же, нужно прикрутить. Вот. У нас есть эти винтики. Ну, и вот так вот мы их собираем. Ну, давайте, я думаю... Сборку мы снимем полностью. Ничего в этом трудного нет. Кстати, если, например, ну, винты заржавели там или что-то еще, я это встречал на, скажем так, других моделях циклона. Вот там нужно было понять, что вообще произошло. Поэтому приходилось раскрывать. Как я уже сказал, прокладку такую вообще меня первый раз. Собственно, не могу сказать, что последний, ну, раз уж так потребовалось сэкономить средства клиента. Но, тем не менее, труд этот, конечно, не очень, скажем так. Нужный, и, как я уже сказал, целесообразность данной затеи. Она возможна только по условию того, что ты делаешь либо сам, либо делаешь незадорого. Вот незадорого будет ли качественнее. Но это другой вопрос. Итак, вот самое интересное, то, о чем я говорил. Сейчас будем соединять вот этот вот уплотнитель. Но для этого нам нужно одеть вот эту вот часть. Она, в принципе, одевается без каких-либо проблем. Вот как-то так. И вот эту часть. То есть, в некоторых случаях скапливается грязь под сеткой. И сетка, я думаю, все знают, как снимать. Она вот так вот поднимается. И дальше вы стаскиваете, соответственно, с пасеков. И там можно внутри, как раз так, обработать. Вот. И так. Одеваем. Ну, вот так одеваем склон. Убираем, что все совпадают отверстия. И сейчас мы вот сделаем. Можно наживить, например, сразу. Там это было невозможно, так сказать. Ну, не вот так удобно, как здесь. Вот здесь что же. Дальше как-то учить. Разумеется, это можно делать с автоматическим инструментом. Ну, я предпочитаю такой. Как говорится, дело вкуса, плюс здесь не так много винтов. И вот нас интересует, как же одевать пасек. Точнее, тут здесь уплотнитель. Вот он выступ, о котором я говорил. Нет, неправда. Вот он выступ, о котором я говорил. Вот он здесь. И мы просто, просто одеваем вот таким образом. Вот так. И дальше. Вот так. Ну, вот, собственно, наш циклон. По циклону все. Сейчас будем заниматься самим пылесосом. Итак, с циклоном мы закончили. Есть новый фильтр. Вот наш циклон, контейнер. Контейнер немного протек. Но потом, когда закончим, запустим бусину. Посмотрим, как она будет крутиться. Что касается вот этого уплотнителя, я хотел сказать, конечно, в тысячи дней неприятный момент. Уплотнитель может плохо одеваться. Точнее, когда вы будете вставлять в контейнер. Вставляем в контейнер. Вот здесь вот так вот раз. И видно, что уплотнитель, вот особенно, видите, как тяжело стаскивается. Но его неплохо бы, чем-то бы, скажем так, обработать. Чем он был обработан изначально. Вот, для того, чтобы он относительно легко входил в контейнер. Но это уже отдельный разговор. Просто имейте в виду. Итак. Сейчас займемся самим пылесосом. Для разбора нам потребуется отвертка Т-15. Откручиваем два колеса. Включаем рулевую часть. Откручиваем два колеса. Откручиваем три колеса. Вот так вот. и по сути нам потребуется открутить вот этих два и вот здесь по 4 винта для сокращения фирмного времени остановим и уже когда все я отключу будем дальше так мы открутили все винты начинаем менять корпус на эту часть нижняя здесь мы видим кожух мотора аккуратно вынимаем видим следующее что соответственно хипофильтр конечно здесь уже изнутри загрязнен по-хорошему нужно менять вот этот фильтр и менять ну судя по всему мотор давайте посмотрим что у нас с мотором я думаю очевидно судя по тому что мы видим вот эту грязь вот она камера приблизить вот видите то есть то самое что произошло то есть циклон перестал нормально работать пошла нагрузка на фильтр фильтр испортился у нас вот вы помните тут у нас новый состояние был старый и собственно уже ничего не фильтровалось и вся грязь через пылесос шла соответственно внутрь но владелец этого не видел потому что хипофильтр задерживал эту грязь вот и происходило очень неприятная вещь на тех пор пока соответственно мотор не испортился собственно осмотром произошло следующее вот видите там сейчас мы пытаемся его крутить тяжело прокручивается скорее всего опять же запились подшипники или сюда вот в клетчатку попало надо снять посмотреть давайте сейчас откроем кожух вот у нас кожух кстати чем интересен дайсон вот видите вот этот кожух он как раз делает дополнительные уплотнения то есть можно видеть вот так происходит вот все это вот сюда и естественно здесь вот по кругу и соответственно за счет этого и происходит скажем так максимальное возможное всасывание при такой конструкции но хочу еще предупредить при использовании оригинальных моторов которые дал здесь совсем все плохо мотор видел уже что в общем то кто-то скажет его можно восстановить ну может быть но я могу сказать что очень очень сомнительно очень сомнительно времена когда подобным мотором перематывались лекаря это вот эта вот часть ротора вот давно уже прошло да вот здесь вот разъемы нужно снять успела даже не получается и прикипели ли что-то еще произошло обычно легко вот этот не хочет есть тому причина кто-то скажет кривы руки были прав я давно этого не делал действительно не могу сходу с ней вот получилось здесь естественно есть специальные отверстия на клеммах для вот этих вот стопоров то есть чтобы клемма не соскочила с мотора при вибрации возможной и вас пылесос не выключил достаточно все продумано так вот вот на стопе новый двигатель всегда оригинального двигателя двигатель вот такой же многие вот вот этой маркировки смотрят вот видите еды к но и так далее вот они совпадают абсолютно но я бы сказал соответственно нужно искать по данному артикул камеру вот по данному артикул искать двигатель для 37 что еще хочу сказать мотор оригинальный поэтому он сюда встанет обойдите внимание сюда встанет идеально вот и вот здесь будет совмещение с кричаткой соответственно всасывание не пропадет если мотор будет какой-нибудь неоригинальный встречал много раз здесь имеется лишний выступ или более широкая или наоборот более узкая более узкая ряд сказать и более широкая все неправильно садилась и в итоге значит как бы за счет уплотнения неправильно терялась соответственно мощь ну мы уже не говорим о том что подшипники хуже стоят этих моторов которые дешевле и так далее поэтому надо понимать вот сейчас мы как раз возвращаемся к тому о чем я хотел сказать что это видео посвящено не только замене и соответственно прокладки вот в этом циклоне это видео посвящено все целесообразности ремонта данного аппарата при таких повреждений вот смотрите разумеется рассматриваем оригинальными запчастями которые ну когда если установить когда если да разумеется вот установить и они должны прослужить достаточно долго но предположим что мотор стоит ну вот 6000 рублей оригинальный да как есть циклон стоит но практически 4 3 800 вам что-то такое призматорный фильтр тоже что то что там в районе 2000 с лишним его фильтр стоит 2 900 вот эти новый типа фильтр который менять не будем сейчас пропылесосим там продуя ну потому что экономический так сказать бюджетный ремонт вот видите разницу это просто когда вы обращаетесь в какие-нибудь такие сервисы где вам предлагают есть вот и человек целенаправленно выбрал что дешево починить пылесос и в принципе у него еще не сильно скажем так фильтр поврежден то есть там не горел но тем не менее уже есть да здесь конечно по хорошему фильтр бы надо менять ну для россии может быть как говорится это еще это еще возможно так вот этот фильтр стоит по моему 2 900 или 3000 в зависимости от цен не помню примерно 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 ремонт соответственно будет уже достаточно недешевым и разумеется стоит вопрос этого не купить ли новый аппарат и я могу вам сразу сказать что в принципе да это наверное в общем то то чтобы здравое решение но она вполне имеет место быть но либо надо когда если вы чините да то обращайтесь там где скажем так вам дадут гарантии гарантии на запчасти то есть ну вот на оригинальные запчасти гарантии год ну и соответственно вы уверены то есть есть какие-то отзывы репутация не просто вы приходите сервис там для вида стоят какие-то дайсон и вот мы сейчас не говоришь надо приходить только в клиентский центр понятное дело так надо конечно умеет но отдельный тоже разговор так вот нужно понимать что если вы вкладываете в эту машинку там 5000 за мотор допустим и еще работы мастера там еще чего-то там он продадут и вы заплатите соответственно около 10 тысяч рублей через полгода потому что мотор китайский там чувствуешь вас вот фильтр будет не такое значительно хуже вы соответственно столкнулись с тем что у вас напоятно запах неприятный что-то еще это разбирать получается деньги выброшены на ведь поэтому рекомендую всем использовать оригинальные запчасти ну как минимум мотор ну и фильтр разумеется если вы будете использовать не оригинальный фильтр то вы имеете ввиду вы же этим дышите поэтому ну или соответственно вот этот фильтр в том числе и если он плохой не оригинальные китайские фильтры мы проверяли они пропускают пыль причем достаточно быстро то здесь вот фильтр можно вот сами для всех инструкция раз в месяц соответственно его промывать вот ну или скажем так и чаще если вы слишком интенсивно знаете сиборка вот китайские фильтры не выдерживают совершенно ничего и какое-то время они достаточно быстро начинают выпускать пыль вы будете иметь вот такой вот осадок на хорошем соответственно то есть на правильно используем аппарате мотор должен быть если он имеет износ да там какой-то вот якоря да соответственно не от того что сюда летела грязь пыль соответственно остальное все что не задержалась на фильтре то есть что тяжелый ну циклон я думаю все знают как работают тяжелые фракции соответственно закручиваются и падают вниз на легкие фракции задерживаются на фильтре и воздух у нас воздух проходит дальше вот ну какие-то аллергены соответственно задерживаются на хепафильтре здесь уже на хепафильтре нг задерживалась потому что преднаторный фильтр вообще не работал вот собственно вот так сейчас мы делаем ножку протрем облагородим ну и дальше соберем посмотрим что это выйдет итак вот мы забрали кожух естественно его почистили помыли сразу что это далеко не быстро и нелегкое действие но как мы уже пропустили на видео для экономии времени и могу только с этим сказать что понимаете вот такая процедура она не может быть дешевой поэтому это тоже нужно понимать это для тех кто соответственно думает что где-то мы озвучили что вот он могут починить его пылесос там за 3000 рублей там или за 5 вот естественно то оставляется китайский мотор за 1000 рублей остальное все соответственно используется для того чтобы покрыть расходы время и трудозатраты вот поэтому во всех таких подобных процедурах лесообразно меняет запчасти эти кожух тоже меняется но в данном случае мы его почистили вот это возможно в общем-то было не был не так сильно грязный но тем не менее что касается фильтра типа вот но все что можно было с ним сделать в данных условиях я сделал стал получше в общем-то надеюсь что какое-то время еще похуже так собираем кожух здесь приблизить так так далее далее просовываем сюда наши провода правильно было сделать бы немножко по-другому но мы будем исходить из того что мы так вставляем реальный уплотнитель мотор небольшая заминка естественный ремонт непостановочное видео поэтому могут быть подобные проблемы тогда не решил когда снимал я замечал что когда в ремонт приходят эти аппараты после неудачного ремонта уже нету на клеммах защитного кожуха вот одеваем естественно поскольку у нас напряжение переменная подается все равно по сути как мы оденем но я бы провода не перекрещивал смысла в этом нет вот так покрасивее характерный щелчок услышали дальше нужно попасть с этими большими отверстиями на выступки уплотнитель и далее вот здесь напротив каждой выемки но я отлично так устанавливаю устанавливаем вот эти вот уплотнители чтобы двигатель не шатался естественно как вы заметили уплотнитель уже не грязные какие свежие протертые обезжирены и так далее и тому подобное что прилегали вот это тоже все конечно нужно делать поэтому рекомендую обращаться к профессионалам видим что выскочила одна мембрана но это не страшно как найти профессионалов ну я думаю отзывы хорошие естественно могут быть отзывы и купленные но сейчас очень трудно на самом деле обмануть систему яндекса поэтому если там присутствуют негативные отзывы можете вчитаться в их сути понять в чем дело если одни позитивные то как они там написаны в этом есть тоже смысл собственно вот так вставляется двигатель естественно желательно вот эти не потерять потому что без вот этих уплотнителей двигатель у вас будет болтаться что тоже я не раз лично встречал да тут есть трещина на хипофильтре но соответственно как я уже сказал у нас экономный ремонт поэтому на это не обращаем внимание так продолжаем значит для того чтобы на двигатель стыковать нормально с корпуса можно немножко освободить сетевой провод ну вот собственно он так войдет точно легко и попадается в паз и дальше проводится и никаких проблем но хотел бы сказать вот на что следует обратить внимание если мы меняем хипофильтр но вдруг здесь вот внутри будет уплотнитель его нельзя потерять потому что если он вдруг потеряется будет неприятный звук еще это что мы меняем есть смысл проверить вот этот отсек камеру ближе вот так как тела открывается вот у нас интересует непосредственно вот этот вот клапан вот здесь вот находится обратный клапан так обратный клапан вот он здесь он состоит из пружины из соленоида которые средства запирает пружина иногда ну скажем так не может его открыть соленоид потому что клапан прилип вот поэтому вот не будет срабатывать перепуск это очень важно 52 модели где циклон циклон не имеет фильтра это следующая модель но что нас интересует в данном случае нас интересует в том что здесь может быть какая-то грязь которая вот попадала через фильтр она также здесь легко хранилась и при первом включении но поскольку система здесь замкнута мы это все можем поиметь в моторе поэтому надо вот так взять стационарным пылесосом ну или чем нибудь чтобы не разбирать все отсюда выбрать естественно вот такие уплотнители будут грязными поэтому стоит ну как-то соответственно облагородить одевается все достаточно тривиально нажимаете вот так и главное не сломать здесь затвор как же снять соответственно снимается помощью отключения вот этого винта здесь спрятаны те винты которые давайте еще смотрим как нажимаем раз паз немножко поддеваем его и второй паз и вот здесь эти винты уже это 15 как вот не сломать затвор нажимаем вот на этот паз вот так раз нажали чуть он зашел удерживаем и нажимаем здесь закрываем вот эти вот защелки вот самая ответственно боль когда вы будете снимать снимаются они легко когда вы выкрутите все винты дальше нужно будет 1 и 2 но вот одеть обратно будет труднее поэтому здесь у нас на столе они лежали вот кусачки можно их убрать речь не совсем правильно но поверьте мне вот это вот пружинка которая находится вот здесь а вот у вас постоянно слетать когда вы будете пытаться одеть на вот эти пазы ну может быть конечно когда вы набьете руку это будет проще ну для первого раза я бы просто убрал потому что они не несут себе никакого такого конструктива необходимого поэтому достаточно просто чтобы было три точки крепления то есть на винта собственно все итак пристыковываем я уже сказал мотор и собираем и смотрим что получится вот мотор вот он тел заправляем провода возможно вот 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 так здесь есть у 37 конструктивная особенность такая губка типа фильтр губа очистки я бы убрал потому что следующей модели он отсутствует выходной воздух будет не такой горячий средство сопротивления уменьшится куста банана более кто узнал 52 модель вот видеть вот это седьмой модели она просто более ранее был предусмотрен такой фильтр губка я считаю что он абсолютно лишний это мое личное частное мнение на скручиваем пылесос и будем тестировать итак пылесос скручен я бы проверил как он работает итак осталось подсоединить рулевое управление но стоит обратить не внимание на центральный ролик камеру ближе видите он здесь протерся вот очевидно он плохо крутится его нужно вытащить и очистить вытаскивал бы я его именно вот так естественно вы рискуете тем что можете сломать рулевое управление вот здесь это разломаете пасек поэтому не надо сюда вот так отвертку подставлять сразу сломаете только по центру вот сейчас будем очищать процедуру очистки я также есть ключу видео потому что она неприятная него приятно и так все очистили собираем ось и значит вот так вот движение к сожалению здесь уже этот ролик доведен до отчаяния поэтому неизвестно сколько он прослужит в таком состоянии ну сколько-то прослужит если бы это сделать раньше то никаких проблем бы не было а просто следить за этим стоит теперь нюансы в одевании рулевого управления здесь еще старая ревизия где нужно чтобы вот эти вот совпали две части в противном случае у вас колеса будут криво стоять общем то это делается достаточно просто нужно попасть проверить все работает скручивая достаточно легко это закручивается в общем не вижу смысла на это тратить время пока остановимся итак собираем и проверяем работоспособность аппарата контейнер с циклоном выбираем включаем сеть для проверки корректной работоспособности циклона нам потребуется вот такая бусина соответственно при попадании в контейнер она должна крутиться вокруг циклона в противном случае можно предположить что у циклона забито одно из сопел вот естественно совершенно не факт что бусина прям должна крутиться постоянно она может зацепиться за какие-то выступы и упасть на дно но тем не менее бусина должна сделать сколько хотя бы оборотов вокруг циклона так пробуем так на этом наш эксперимент закончен аппарат работает работает хорошо но какие хотел бы отдать комментарии первое такой ремонт будет любом случае дорогостоящий на это нужно понимать поэтому его стоит выполнять только с использованием оригинальных запчастей потому как если вы будете использовать не оригинальные запчасти то соответственно не факт что через там месяц или два у вас все это опять не сгорит и потратите деньги в пустую ну и главное я бы все-таки менял циклон на новый ну или или что еще более будет правильно не доводить циклон до того чтобы он соответственно испортился и испортил фильтр испортил вам а то соответственно никакой воды не надо его мыть протирать и так далее собственно на этом видео по ремонт пылесоса 10 37 мы закончим хотел бы рассказать что это видео было внеочередное я планировал видео такую вещь мы с вами рассмотрим насадку с прямым приводом и то что мы рассматривали в первых видео аккумуляторный аппарат я думаю вы действите его 8 посмотрим его нюансы так что до новых встреч всего доброго